Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, и это ужасные новости. Данное сообщение, материал создано и или распространено свободными людьми. Умер Михаил Горбачёв на 92-м году жизни. Мы достаточно подробно об этом рассказывали и на нашем сайте, и видео небольшое уже об этом было. Не буду повторять все наши тезисы, скажу только, что Михаил Сергеевич очень важен для нас, он основатель новой газеты в 93-м году. Мы очень ему благодарны за то, что он тогда наших старших коллег в Москве поддержал. Мы очень ценим, что он сделал для нашей страны. И вот сейчас пропаганда в лице, например, Маргариты Симоньян, она понимает нынешнюю ситуацию после смерти Горбачёва следующим образом, цитирую, Горбачёв умер, время собирать разбросанное. Мне кажется, Маргарита здесь, она иногда бывает точна. Если понимать Путина как анти Горбачёва, то сейчас происходит некоторая отмена всего того наследия, который принес в страну Горбачёв. Открытые границы, отсутствие политзаключенных в тюрьмах, парламент, гласность, свобода печати, свобода собраний, право частной собственности и так далее. Это все была эпоха Горбачёва. Теперь у Маргариты Симоньян время собирать разбросанное, то есть все это у людей отнять. И самое главное, конечно, вести войну. Горбачёв, как известно, прекратил одну войну, реальную войну в Афганистане, а кроме того, вывел страну из холодной войны самого страшного противостояния, которое было во второй половине XX века и которое всем нам грозило просто ядерным апокалипсисом. Вот Симоньян и ее сторонники они хотят все это собрать. Это все было разбросано, они теперь все соберут вместе в войну, бесправие, политзеков и построят новое государство на антигробачёвских основаниях. Больше половины, 60% зрителей этого видео и предыдущих наших видео ужасных новостей не подписаны на наш канал, а видео вы смотрите. Но если вы подпишетесь, то это будет полезно для алгоритмов. Если вам нравится то, что мы делаем, то в общем вы тем самым поможете большему числу людей смотреть эти ролики. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, на канал Новой газеты Европа. Спасибо! Кстати, по поводу политических заключенных. Политик Алексей Навальный, который отбывает наказание в исправительной колонии номер 6 в Мелехово Владимирской области, в третий раз за последнее время поместили в штрафной изолятор за какую-то мелкую провинность, типа там не застегивал пуговицу на, значит, своей униформе заключенного. И наши коллеги из создания СОТО публикуют его фотографию, как он выглядит сейчас, как Навальный выглядит на этой неделе. Вы сами все видите, он потерял вес и выглядит не очень здоровым человеком. Это те пыточные условия, которые российские власти намеренно создают для тех людей, которые ни в чем не виноваты и просто говорили правду о том, что происходит в стране, боролись с коррупцией, хотели изменить нашу Россию к лучшему. Наверное, такое же будущее, такие же штрафные изоляторы российские власти готовят для нашего коллеги Ивана Сафронова, бывшего журналиста издательского дома «Коммерсант», которого обвиняют в государственной измене. Почитайте, пожалуйста, проект «Медиа» выпустила большое расследование, основанное на материалах обвинительного заключения по делу Сафронова, в котором рассказывается, как это уголовное дело создавалось и в чем конкретно Сафронова обвиняют. Спойлер, никаких фактов, указывающих на то, что Сафронов разгласил какую-то государственную тайну, передал ее иностранным спецслужбам и вообще был носителем этой государственной тайны, что у него, в принципе, был доступ к каким-то закрытым материалам. Этих данных нет, судя по всему, что все, что Сафронов делал, это в рамках своей профессии военного журналиста писал аналитические заметки по открытым источникам, как, в принципе, мне кажется, мог бы делать любой человек. Сафронову хотят дать 24 года, прокурор уже запросил. Кстати, есть замечательная фотография прокурора по делу Ивана Сафронова. Вот этот замечательный человек, он хочет, чтобы журналист за тексты, написанные не для публикации, а для аналитических целей, отсидел 24 года, ну и, в общем, вышел на свободу уже, получается, в довольно преклонном возрасте. Наш коллега, замечательный ученый, журналист-расследователь и соавтор, сооснователь проекта Диссернет Андрей Заякин обвиняется в Москве в том, что он якобы финансировал экстремистскую организацию. Под экстремистской организацией в данном случае имеется Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, а финансирование заключается в том, что Заякин якобы послал пожертвования в 1000 рублей на счет этой организации в какой-то момент времени, об этом стало известно российским властям. Заякин находится сейчас под запретом на определенные действия, ему запрещено пользоваться интернетом, он должен определенное время находиться дома. Большое спасибо, конечно, российским властям, что Андрея не отправили в следственный изолятор. Надеюсь, что этого и не случится. Тем не менее, мне кажется, что Заякин вообще ни в чем не виновен, никаких преступлений не совершал. В базе доноров ФБК, которая оказалась в сети, содержится более 70 тысяч человек. Потенциально многие из них могут оказаться в опасности, если российское государство будет использовать эту историю как еще один инструмент давления на людей и как инструмент такого террора. Вот посмотрите, Заякина за пожертвования ФБК мы уже начали привлекать. Это первое дело такого типа по этой статье 282.3 финансирования экстремистских организаций. Дальше любой человек, который считал, что Алексей Навальный делает хорошее дело и борьба с коррупцией это правильная цель, тоже может оказываться в зоне риска и, соответственно, прежде чем участвовать в чем-то подобном, нужно трижды подумать. Типичный террор, очень понятная практика. За Заякина тем временем в его поддержку начинают звучать все больше самых разных голосов, и Алексей Навальный его из тюрьмы поддержал добрым словом, назвав его своим другом. И ученые по всему миру начинают высказываться в поддержку Заякина. Заякин в первую очередь физик, у него много научных публикаций, он решил посвятить свою жизнь в борьбу с такими академическими жуликами, которые воруют тексты своих диссертаций и выдают их за свои. Этому посвящен проект Диссернет. И нам представляется, что реальная проблема российских властей с Заякиным заключается совсем не в тысячи рублей, пожертвованной или нет ФБК, а в том, что такие люди, как Заякин, очень сильно российскому государству мешают. И российское государство хочет, чтобы их просто не было вообще по возможности нигде. Вот ради этого, наверное, стоит запрещать ему пользоваться интернетом и вообще отвлекать его от важной работы. Кстати, почитайте материалы, которые Андрей писал уже на нашем сайте, новой газеты Европа, вот ссылки. Ну и в какой-то момент времени мне начало казаться, что мы просто публикуем только тех авторов, которые находятся в под арестом или преследуются в Российской Федерации, потому что в тот же день, когда Заякин был в басманном суде и ему определяли меру пресечения, под административный арест на 15 суток попал Леонид Гозман. Гозмана, в свою очередь, обвиняют в том, что он сравнил в своем фейсбуке Сталина и Гитлера и написал внимание, что Сталин даже хуже. Тут, наверное, у наших прокуроров обвинителей и у всей этой правоохранительной системы совсем, знаете, сердце кровью облилось. Как же так? У ФСБшников до сих пор висят портреты Дзержинского в их кабинетах, а он тут говорит, что Сталин хуже Гитлера и вся эта советская система вот такая была лживая и преступная. Не могут они этого допустить. Ну и, соответственно, 72-летнего не очень здорового человека отправляет спецприемник за то, что он считает Сталина плохим человеком. Это тоже наша новая реальность, наверное, если бы это случилось в довоенную эпоху, это было бы на первых полосах всей прессы. Мы бы напечатали об этом историю большую в газете, когда газета выходила в бумаги в России, и западная пресса подключилась. Сейчас на фоне того, что происходит на фронте, это все тоже теряется. Ну, вот у нас есть такие законы, которые запрещают писать, что Сталин ничем не лучше Гитлера. И за это можно сначала административный срок получить, а потом, в принципе, при большом желании властей и уголовный. Россияне начинают уставать от войны. 1 сентября Левада-центр, единственная социологическая служба, независимая от государства, которая, в принципе, делает такие опросы на большом количестве респондентов, на большой выборке, опубликовала очередной отчет об отношении российских граждан к войне в Украине, конечно, официально называя это специальной военной операцией. Социологи сдержаны в своих выводах, они говорят, что по-прежнему поддержка военных действий достаточно высокая, стабильно высокая. При этом они фиксируют несколько интересных вещей. Во-первых, российское общество показательно начинает терять интерес к войне. Все больше и больше людей во всех возрастных группах говорят, вы знаете, я не сильно слежу, что там в Украине происходит, возможно, меня это никак не касается, к моей жизни это никакого отношения не имеет. На мой взгляд, это уже моя интерпретация, это означает, что люди не слишком хотят мобилизации. Мобилизации во всех смыслах слова, как напрямую просто, чтобы их там или их родственников отправили на фронт, так и мобилизации в социологическом отношении, когда люди испытывают какой-то восторг, подъем, гордость за Россию по поводу того, что вот как замечательно мы напали на наших соседей. Это ощущение, если оно и было, постепенно проходит. И также, что мне кажется очень интересно, в этом опросе есть один из вопросов, который социологи поставили, он формулируется следующим образом. Как вы считаете, спрашивает Левада-центр, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? Тут надо сказать, неизвестно на каких условиях мирные переговоры, готова ли на них Украина, по всей видимости не готова, никто не готов, но вот социологи спрашивают обычных людей, ставят вопрос именно так. И обратите внимание, здесь почти поровну делится общественное мнение. 48% выступает за продолжение боевых действий, 44% говорит, что нет, нужны немедленно мирные переговоры, 8% не знает, как на этот вопрос отвечать, воздерживается от ответа. То есть общественное мнение, на мой взгляд, хотя, повторюсь, в Левада-центре достаточно консервативно трактуют эти данные. Данные эти начали накапливаться еще летом, когда стало понятно, что война затягивается. Общественное мнение расколото, и мне представляется, что тех самых страшных цифр поддержки войны, которые мы видели весной этого года, там в 70-80%, их сейчас постепенно они сходят на нет, что очень важно в этом опросе. В основном войну поддерживают люди старшего возраста, большей популярностью война пользуется в группе 55 лет и старше, а вот, например, в возрастной группе 2018-2024 года, 54% россиян, опрошенных Левадой, говорит, что нужны немедленные мирные переговоры. Мне кажется, тренд очевиден. Чем дольше идет война Путина, пожалуй, самое безумное и тупое событие, которое я видел в своей жизни, тем больше людей в России начинают задавать вопросы о том, зачем нам все это нужно и какое мы имеем к этому отношение. Это классическая усталость от войны, которая накапливается в течение всех этих месяцев. Большая дискуссия вообще в международной торговли происходит, кто и на каких основаниях все еще будет покупать российскую нефть и, что самое главное, российский газ. Власти Евросоюза в Брюсселе предлагают установить максимальный уровень цен закупочных для тех стран Союза, которые все еще на российский газ ориентируются и до введения эмбарго с начала следующего года также готовы закупать, возможно, и российскую нефть. Российские власти в ответ грозятся всякими карами. Наш любимый персонаж Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что вот эти глупые люди, эти тетеньки, как он назвал руководители Евросоюза, они просто не понимают, что это означает, что мы вообще ничего продавать не будем, мы весь наш газ потребим, получается, сами. Вот примерно такая обстановка. Российская Федерация ведет шантаж по сразу нескольким фронтам. Раньше на повестке дня был продовольственный шантаж, невозможность вывоза зерна из Одессы, соответственно, с территории Украины. Сейчас два главных козыря российских властей в этой войне. Это, с одной стороны, ядерный шантаж. Если что, мы за себя не отвечаем. У нас в руках Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе. И, наконец, у российских властей есть замечательное оружие, газовый шантаж. Значит, если вы будете каким-то образом недовольны, что мы вам поставляем газ, мы вообще откажемся от этих поставок и как бы найдем себе каких-то новых потребителей, а вы там все начнете замерзать зимой, избиратели вам не скажут за это спасибо, и вот тогда-то мы победим. Вот примерно такой план у могучей Российской Федерации на эту войну. Наверное, с подобного рода риторикой, с подобного рода экономическими войнами хорошо рифмуется моя любимая новость на этой неделе. Она звучит так. В ночлежке. Это фонд наших друзей, которые занимаются помощью бездомным. Бездомным довольно давно это делают. В общем, в ночлежке рассказали о том, что петербургские чиновники предлагают бездомным подписать контракты на военную службу. Представьте себе такая дивизия бездомных, армия бездомных, которые, значит, собираются, берут автоматы, едут кого-то убивать или умирать сами в Украину. Вот до таких успехов дошла российская мобилизация, и так много желающих у российской армии записаться добровольцем на эту замечательную войну, которую так пропагандирует российское телевидение. Мы начали с усталости от войны. Мне кажется, поиск бездомных в качестве потенциальных солдат это только подтверждает. Это уже, конечно, такая финальная стадия отчаяния. Война продолжается. Украина пробует наступать. По-прежнему продолжаются удары по российским базам снабжения. Российская армия огрызается. Все хотят ответа на вопрос, может ли Украина вести какое-то контрнаступление. У нас на этой неделе вышла хорошая заметка Юлии Латыниной, очень быстро написанной, где она рассказывает о том, как с ее точки зрения, с опорой на военных экспертов независимых, как все это выглядит. И идея такая. Российская группировка в Херсоне находится в очень уязвимой ситуации, потому что со снабжением там проблемы. У украинцев есть ракетное вооружение, в том числе такие старые неуправляемые ракеты, такие же, как советские грады. Это тоже американцы им поставили. У них есть артиллерия. Чего украинцам не хватает для того, чтобы вести полноценное наступление, это бронетехники. Танков у Украины мало. И, соответственно, вот сейчас на фронте такой паритет своего рода установился. Преимущество в количестве солдат у Украины, потому что в России проваливается мобилизация к вопросу про ночлежку. По остальным видам вооружения преимущество в основном у России, но Украине теперь есть чем отвечать, в отличие от того, что было несколько месяцев назад. Такая ситуация. Очень важно в этой истории про войну, что после полугода войны никакого энтузиазма эта война у российских солдат не вызывает. Если даже кто-то был счастлив поначалу, находились такие люди, возможно, то сейчас, конечно, боевой дух украинской армии намного выше. Это всем ясно. Они сражаются. Им есть за что воевать. Они воюют за свои города, за свою родину. За что воюет российская армия? Никому абсолютно в ней непонятно. И совершенно не ясно, зачем штурмовать до бесконечности эти поселки в Донецкой области или пытаться удерживать пригороды Херсона. Путин дал такой приказ, и военные его выполняют и отправляют людей на гибель день за днем. Ну и у нас 1 сентября. Это означает, что наступает первый учебный год во время этой войны. Он начался. Заканчивался весной. Теперь у нас все по-новому. Война уже идет долго. Нужно школьникам и студентам каким-то образом объяснять, какого черта мы туда поперлись. И, соответственно, есть новый урок в российских школах. Первый такой урок провел лично Путин. То есть он считает, что это очень важно. Урок называется «Разговор о важном». Так же он называется. Обычные уроки такого типа, внеклассные какие-то, без домашних заданий, я думаю о какие-то просто увлекательные истории про то, что война хорошо, и умереть на войне — это большая доблесть. Эти уроки будут начинаться в российских школах с понедельника, с 5 сентября. Поэтому, пожалуйста, если ваши дети с подобным сталкиваются, напишите нам. Можно наш бот в Телеграме. Мы сохраним вашу анонимность и расскажем о том, с чем вы там столкнулись. Если вы можете написать что-то под своим псевдонимом на Ютубе, напишите в комментариях к этому видео. Тоже будет очень любопытно обсуждать. У нас в старом формате ужасных новостей, вы помните, был такой интерактив, когда мы читали ваши комментарии. Теперь у нас маленький канал, мы начинаем все заново. Ну и тоже, в общем, возвращаем эти интерактивные истории. Подписчиков становится больше, потому что вы подписываетесь. Ну так вот, разговор о важном. Путин специально прилетел в Калининград. Я вот в этот момент времени зашел по другому вопросу на сайт Flightradar, где отслеживаются все перелеты самолетов в Европе и в мире. И вот обратил внимание, что на Flightradar больше двух тысяч человек следили за тем, как Путин летит на своем самолете через Балтийское море, потому что напрямую самолеты в Калининград больше не летают. На этом самом Flightradar. Вот, наверное, как-то переживали за президента. Доберется он, не доберется. Но вот добрался. Самая известная цитата из Путина, которую он поделился со школьниками в Калининграде, звучит так. Так, трудолюбие, сказал президент Путин, это вообще отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. И, конечно, трудолюбие. Вот это все вместе очень важно. Трудолюбие вообще-то отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать. Что здесь важно? Что, конечно, помните, был тезис Шевчука, который мы много раз обсуждали. Шевчук был суров и груб. Он все-таки не со школьниками разговаривал, а со взрослыми людьми на своем концерте. Он сказал, что Родина — это не жопа президента. Вот и президент Путин теперь отвечает Шевчуку. И вообще всем нам, так сказать, как эксперт. Он заявил, что трудолюбие — это что-то совершенно другое. И, знаете, очень много образованных людей, вот я смотрю в Фейсбуке, профессора университетов, филологи, антропологи, они анализируют, что же именно президент имел под резиновой попой и откуда, в принципе, в его вокабуляре такая лексика. Если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, что именно президент Путин имел в виду в этой цитате, напишите, пожалуйста, тоже в комментариях. Будет очень интересная филологическая дискуссия. Дальше смотрите. Вот он выступает в Калининграде. Калининград — это российский такой полуэксклав за пределами основной территории Российской Федерации с очень сложной историей, доставшейся России как такой трофей после Второй мировой войны. И находясь в Калининграде, он на этом уроке говорит, Путин говорит, что на территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России. Его ликвидация — цель специальной военной операции. Во-первых, здесь обращает на себя внимание, что, находясь в эксклаве, Путин вдруг решил говорить про анклав. Возможно, как-то он решил, что здесь есть какая-то рифма. Именно в Калининграде он об этом говорит. Есть такой пророссийский, вынесенная вовне территория. Якобы в Украине есть что-то антироссийское. И у меня основной вопрос здесь, ну да, второй момент важный, что в очередной раз мы слышим о том, что появилась какая-то новая цель специальной военной операции. Цель специальной военной операции уже заключалась в чем? В деноцификации, в демилитаризации, в том, чтобы вернуть подарки Ленина. В чем еще? В том, чтобы защитить, наверное, русский язык, который очень страдает. Ну вот, а теперь еще, видите, анклав какой-то обнаружен. И вот его нужно ликвидировать, но границы его не ясны. Это очень здорово, когда ты ведешь войну, и у тебя там каждую неделю новая цель. Там, я хочу там убить всех людей. Потом, я хотел просто пошутить. Потом, значит, я здесь просто мимо проходил. Потом, вы все нацисты. Потом, мы хотим, чтобы вы свергли правительство Зеленского, а украинцы с нами один народ. И так до бесконечности. Вот еще одна версия того, почему, собственно говоря, война ведется. Ну, какой-то анклав там найден. Вот, а, наконец, у меня вопрос самый главный. А кто вообще этот анклав создает? Вот что за анклав создается такой антироссийский, знаете, который зло России приносит. И просто люди, ну вот, просто ненавидят Россию в этом анклаве. Мне кажется, что главный создатель антироссийского анклава на территории государства Украины – это Владимир Путин. Потому что, разрушая украинские города, он, безусловно, создает антироссийский анклав. Все диктаторы имеют какие-то свои развлечения. И параллельно с Путиным встречу со школьниками, не знаю, как называлась эта встреча, разговоры о чем-то не столь важном, возможно, проводил Александр Григорьевич Лукашенко. Неподалеку, кстати, от Путина, Минск, от Калининграда, недалеко. Вот Лукашенко встречался со своими школьниками. Один из них почему-то показал во время речи Лукашенко табличку, на котором было написано «Спасите». Тут трудно понять, что он имел в виду. То ли его нужно было спасать от Лукашенко, то ли он, наоборот, к Лукашенко апеллировал. Я до конца не понял. Если вы знаете, тоже напишите, пожалуйста, как можно спасти школьника, что мы можем для него сделать. Там много гэгов было. Вот, например, замечательная история про то, как Лукашенко сделал компьютер, первый белорусский компьютер, который, по словам Лукашенко, на 88% состоит из зарубежных комплектующих, но зато он первый белорусский компьютер. Что там на 12% набралось, я не знаю. Может быть, картонная упаковка. Ну и, в общем, в школах, да, в школах вообще, конечно, всерьез возьмутся за учащихся, вот, потому что обещают нам, что теперь школьники будут поднимать флаг каждую учебную, в начале каждой учебной недели и исполнять гимн. Вот, я даже не знаю, если бы я так прожил бы 10 лет, что бы со мной потом было бы, мог ли я вообще нормально как-то с людьми бы общаться, если бы меня бы заставляли гимну по утрам петь. Вот, и по версии Министерства просвещения в школах на уроках запретили пользоваться телефонами официально, потому что так, значит, наверное, лучше говорить о важном и рассказывать про то, что спецоперация — это очень хорошо, когда ни у кого телефонов нет, чтобы никто не мог заниматься факт-чекингом. Да. Ну, давайте под конец ужасных новостей, все-таки давайте выдерживать наш такой высокий уровень кринжа. Давайте послушаем Владимира Рудольфа Вячеславьева, который рассказывает о том, что он сражается на стороне добра. Мы воюем на стороне добра. Мы встаем и закрываем своими телами детей, которых убивают украин-нацисты. Русский человек всегда готов умереть. За высшую цель. Не за Макдоналдс. Не за Кентакки Фрай Чикен. За высшую правду. Мы никогда не знаем, когда Родина скажет «надо». Это зависит от миллиона обстоятельств. Но мы должны быть готовы. Извините за это зрелище. Я, когда первый раз его увидел, сам очень испугался. Мы уже начали монтировать это видео, когда пришли поистине ужасные новости из Калифорнии. Посмотрите на эту фотографию. Известный политический аналитик, мыслитель, философ. Автор концепции конца истории, Фрэнсис Фукуяма, собирает себе компьютер. И вы только посмотрите на этот кабель менеджмент и блок питания, который находится сверху. Кстати, твит гласит, представьте себе, пятиклассник заходит в Фортнайт и его хедшотом убивает Фукуяма. Это были ужасные новости. Читайте новую газету Европа, подписывайтесь на наш YouTube канал, как я уже просил. Ставьте лайк и до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok